Их железные кони, словно бабочки, то и дело взметаются выси, какое-то время парят в свободном полете. За рулем те, для кого мотоцикл – неотъемлемая часть жизни. Егору всего семь лет, но уже три из них он занимается в мотоклубе. Примером послужил отец. И, как оказалось, юный гонщик уже уверенно сидит за рулем. В спорте нравится кататься на мотоцикле, ну, еще скорость нравится и хорошо уметь ездить. Экипировку и технику ребята покупают сами. Например, для родителей Егора увлечение сына обошлось в 200 тысяч рублей. Но купить снаряжение и мотоцикл можно и дешевле, начиная от 30 тысяч. Для взрослых – от 100 тысяч рублей. Хотелось бы детишкам, чтобы было соперников больше. Если было бы их 2, 3, 5 человек, они бы росли гораздо быстрее, уровень свой повышали, друг за другом тянулись. Не хватает вот таких детских мотоциклов. И привлечение людей было бы, на самом деле, достаточно интереснее. Это поколение вырастется очень быстро. Через 2-3 года эти люди будут заряжать достаточно серьезнее, чем вот сейчас мы катались. Кроме мотоциклов в парке клуба есть и квадроцикл. Ну, учусь. Слишком как бы все это сложно. Тем более, что эта дисциплина, в принципе, почти не развита вообще в России – квадрокросс. То есть, как бы у меня мои соперники только в Подмосковье, в принципе, находятся. Большую помощь в организации клуба оказывает глава города Артур Приходько, а также коммерческие и муниципальные организации. Сейчас у ребят есть ангары с отоплением и освещением. Хранить технику и переодеться есть где. Поддержал спортсменов и удаченский комбинат. Но все же большую часть проблем решают сами. Где-то шины найдут, где-то доски. В строительстве тренировочного стадиона все пригодится. Мы пытались поучаствовать в гранте президентском. Назывался он «Опытный мотоциклист безопасной дорожной среды» с привлечением всех мотоциклистов города, района, кто бы хотел поучаствовать. Потому что у нас есть достаточно специализированная площадка, то есть безопасная, на которой люди могут научиться элементарным правилам. То есть хотя бы управлять мотоциклом в экстремальных ситуациях. То есть для всего этого, для привлечения людей, народа и массы именно в городе, чтобы создать именно здесь. Есть трассы в Москве, есть трассы в столицах Сибири, Дальнего Востока. Но это все там. Неоднократно ребята занимали призовые места на соревнованиях районного уровня. Ни одно мероприятие в городе не обходится без участия членов мото-клуба. В планах спортсменов достроить тренировочный стадион и благоустроить спортивную площадку. Правда, пока все упирается в финансирование. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край».